привет всем забудьте все что вы знали про длинные трофейки потому что сегодня у нас вот такой вот длиннющий новый traxxas ultimate rc hola или простыми словами тягач просто просто монстрище давайте прямо его сейчас оттуда и вытащим ох ты неплохо комплектуется весь упакован смотрите коробка в коробке не удивлюсь если там еще одна коробка все поехало куда-то масштабик у него ого смотрите-ка не типичная это как его упаковка от раксос у них аппаратура сидят в другом месте находится обычно все по-другому еще одна коробка коробка в коробке в коробке и так что мы имеем значит инструкция наклейки есть дополнительные хотя вряд ли будем клеить посмотрим баллонник ключики и какие-то винтики там для чего-то а для установки наверное лебедки да то есть опционально можно поставить лебедку сюда сзади чтобы затягивать тачки даже не затягивать он не откидывается никак но чтобы их держать чисто для копейки и так ладно давай снимем тебя весь передок давайте я короче его оттуда вытащу и посмотрим нет короче пакет под пакетом пакет и еще под пакетом еще грубо говоря пакет опять же целлофан да смотрите красота монстр просто монстр кстати купить его можно магазине хобби центр ссылочка есть внизу на данный тягач под видео ценник там же и чтобы купить дешевле используйте купон rc buyer который даст вам скидочку 5 процентов а теперь немного цифр колесная база у данного тягача от передней оси до средней 471 миллиметр от передней до задней оси 603 миллиметра это очень много ну а общая длина с платформы со всеми делами составляет 953 миллиметра практически метровый тягач получился у них обалдеть я вам ставлю картиночку сравнение с обыкновенным гелендвагеном 6 на 6 от тракса да казалось бы ну 6 на 6 реально длинный но когда ты их оба вместе сравнишь то понимаешь масштаб данного тягача аппаратурой он комплектуется той же самой тракса стыку ай здесь также есть вторая скорость блокировки в общем все как обычно весь хром на машине естественно это пластик из металла ну только амортизаторы и грубо говоря сама рама сама платформа тоже пластиковая идет и как видите здесь есть противооткатные упоры но с регулировкой но регулировка происходит только полностью раскручивать снизу и прикручивать заново то есть это можно сделать как спереди так и сзади есть дополнительное отверстие для регулировки как я говорил сама платформа никуда не откидывается то есть она полностью летая прикручена и всегда в горизонтальном положении. Что касается резины, очень похоже на протектор от гелендвагена, но по факту они совершенно разные. Да, как видите, здесь более агрессивный протектор на данном тягаче. У гелика все-таки попроще. Плюс нету никаких боковых. Видите, она идет здесь достаточно плоская, а здесь уже вот такая выпирающая. И она помягче будет. То есть, может вставка помягче, но резина типа как на TRX-4, а не как на TRX-6 по мягкости. Обалденные хромированные диски, сделаны под бэдлоки, но по факту просто приклеены к резине. 2,2 дюйма сами диски, резина, соответственно, тоже 2,2 дюйма, а в диаметре составляет 120 мм, как обычно. Мосты, естественно, портальные, как и на всех траксасах. Здесь, к счастью, они не перешли на прямые, а сделали из тачки проходимую. Кузов держится на 4 клипсах. Снимаем его быстренько и получаем доступ уже ко всей электронике и также к установке аккумулятора. Электроника стандартная, так же как и на TRX-4 и TRX-6. Это двигатель 540 класса, 21 виток. Регулятор скорости XL5-3С с поддержкой максимум 3С. Также 3 сервопривода для блокировок дифференциалов переднего и двух задних. И сервопривод, соответственно, на руль 2075Х. Приемник, как и всегда, в герметичном боксе. Тачка имеет полную влагозащиту, крепление аккумулятора немного другое. Нестандартное для них. Как вы понимаете, передняя вся часть идентична, что TRX-4, что TRX-6. Дальше просто идет удлиненная рама, плюс добавлен еще один кардан, чтобы получить вот такую вот длинную базу. Мосты все точно такие же. Классный задний бампер со светодиодами. Также можно установить сюда фаркоп американского типа. Все уже подготовлено. Но, в принципе, это было и на TRX-4 и на TRX-6 также. Всего на автомобиле установлены 24 светодиода. Они есть, как на крыше. Также это фары. Плюс они присутствуют вот здесь вот сзади кабины. Ну и, конечно же, в заднем бампере. Ну и сравнение с Гелендвагеном. Я думаю, вы уже все сами поняли. Представляете, 6х6 помещается ему на платформу. Я, честно говоря, даже и не думал. Нет у меня сейчас гелика на обычных колесах, поэтому только бешеный на пилах. Ну и вот что получается, если мы сравниваем колесные базы. Передняя ось, передняя ось. Дальше у нас идет у Гелендвагена уже здесь мост. Здесь еще только баки какие-то идут или ящики. Здесь начинается уже третья ось. Здесь только-только начало центральной оси. Представляете? Обалдеть. Обалдеть, насколько он длиннее. Ну а перевозить шоссейку в десятом масштабе на нем вообще самое то. Все четко подогнано. Как раз все упоры здесь стоят. Примерно под шоссейную, так сказать, базу. И отлично просто смотрится. Жалко не откидывается платформа, чтобы нормально завести, как это есть у меня в одной из самоделок на Unimog. Ну что, включаем светодиоды. Я еще забыл сказать, что есть боковые светодиоды в платформе. Сзади по красному с каждой стороны и еще по два оранжевых. Вот так вот богатый на светодиоды выглядит задний бампер. Стойка за кабиной примерно так же. Ну и перед тягача. Здесь у нас по белому, оранжевому и также оранжевые находятся на крыше. В общем, светодиодов реально не пожалели. И причем они уже все в комплекте. Ну что, на первый взгляд тачка очень крутая. Прям все понравилось с ней. И не знаю даже пока к чему придраться. Ну, наверное, будем придраться к проходимости, потому что длинная база не всегда хорошо едет. Но требовать от нее чего-то вау вообще не стоит. Да, здесь есть также все эти блокировки. Да, есть двухскоростная коробка, блокировка с пульта. В общем-то, ну, все-таки она подразумевается как трофейка. Поэтому будем ее испытывать на бездорожье, а не просто по шоссе гонять с груженными тачками сзади. Как мы уже поняли, не только 4х4, но и помещаются всякие ведерочки сюда 6х6. В общем, друзья мои, классный пока тягач. Посмотрим его уже в тест-драйве. Там о нем уже подробно поговорим, посмотрим его минусы в проходимости из-за длиннющей базы в 603 мм или 471 мм между центральной и передней осью. И сделаем уже вывод. Купить можно его в магазине Хобби Центр. Ссылка внизу есть на данный тягач. Заходите, смотрите. А также на гелик ставлю 6х6, если кто не любит длинно-базных. И с помощью кубона RC Bayer скидочка 5%. Пока!